Всем привет! Всем привет из Калифорнии! Всем моим друзьям, подписчикам, всем! Сегодня будет видео солянка. Ну, многие-многие темы я сейчас подниму. И я вот сейчас хочу вам показать. Это мой релакс. Это мой высший кайф отдыха головы и тела. И вот здесь мое место. И это место у меня с того времени, как я приехала в Америку. И мы с мужем вечером сели смотреть телевизор. И я вот так вот вожусь на этот диванчик. И муж открывает двери, окно на бэк-ярд. И получается, что вот я вот так вот лежу и... Так, сейчас вот прям покажу. Вот смотрите. Вот видите, как получается? И как раз мое лицо расположено вот на это расстояние. Вот. Когда поток воздуха идет как раз на меня. И вот это состояние у меня запомнилось на всю жизнь. И вот сейчас у меня такой кайф, когда вечером муж приходит и говорит, пошли посмотрим что-нибудь. И я вот так вот вожусь вот на эту подушечку еще. Открывается вот это окно, и поток воздуха идет на меня. И вот знаете, это прям какое-то что-то невероятное. И у меня такое расслабление идет по всему телу. Вот этот воздух, который меня просто обволакивает. И какая-то шикарная передача интересная, которая нас захватывает. Нам интересно смотреть. И вот это у нас такое кайфовое время, когда ты просто кайфуешь и вот наслаждаешься этим воздухом. Давно хотела вам просто это показать. Рик, он на том диване. Также это его любимый диванчик. Вот этот вот. И он приходит, когда с работы, он в него бахается, проваливается. Они очень мягкие. Берет компьютер и все. Час-два и к нему вообще не подходи. Он отдыхает от работы, от постоянных там вопросов, проблем. И приходя с работы еще где-то вот час, он отвечает на почту, которая у него накопилась, пока он ехал до дома. И я как квашня сейчас. Я вам по-другому не скажу, потому что я тут занимаюсь своим этим проектом. И я же все в компьютере, что-то вошку из-то. И все делаю и делаю. Разговариваю с человеком, который мне все это делает. И я из дома, представляете, никуда не выхожу. Я как в заперти. Ну, потому что если куда-то ехать по дивам, все, у меня начнутся другие дива. Другие там путешествия по тем же шмоткам. И я потеряю вообще всю мысль о том, что я сейчас делаю. И здесь нужно от всего абстрагироваться и сконцентрироваться на этом деле. И закончить его. И потом уже делать другие дела. Сначала одно завершить, а потом уже начинать опять другие. И я сейчас опять себя ощутила человеком, который работает на дому, в компьютерах. С компьютерами. И это можно вообще завязнуть дома. Вообще никуда не выходить в мир, не на улицу. Просто сидеть дома, работать и получать эти деньги. Но большой минус, нужно себя вытаскивать за задницу, чтобы пойти там прогуляться, сходить в гости. На спорт на какой-то сбегать. Потому что это так засасывает. Это все очень интересно, одно за другое цепляет. И когда мне хочется отдохнуть, я включаю что-нибудь там развлекательное. И вот сейчас включила Дудя. Пока завтракала. Пока готовила свой блинчик. И посмотрела у него передачу последнюю. Я ее вообще-то не хотела встретить. Думаю, что за незнакомый какой-то парень там. Я его не знаю. Хочется всегда посмотреть о тех людях, которые у тебя на слуху. Ну и я открыла. Я ведь еле оторвалась. Кто не видел у него последнее интервью, это из Нальчика. Там Александр Сокуров сделал школу режиссерскую. И вот вырастил замечательных режиссеров, молодых. И называется Бавагов 27 лет. А он уже там на фестивале в Каннах. И это моя тема, потому что я просто обожаю фильмы, которые не для всех. Это о жизни, это о реальности. И я уже много раз говорила, я обожаю Звягинцева с его фильмами. Я обожаю эти фильмы смотреть в кинотеатрах. Фильмы не для всех. И вот в Москве мы с мамой ходили. Я прям до сих пор забыть не могу. Там было так же с разных стран показаны эти фильмы о проблемах каждой страны. Ну и не только о стране, а вообще подростковые проблемы, множество всего этого. И мы такое удовольствие получили. Ну просто. И поэтому это моя тема. Так вот, кто не видел, посмотрите. Сейчас я хочу посмотреть фильм у него Дилда. И краснота это так же, как я поняла, о взаимоотношениях родителей и детей. Очень интересно. Так, следующее. Я тут как-то упомянула, что делаю упражнения с валиками. Так, сейчас я вам покажу. Так, надеюсь, у меня это все получится до вас донести. Я вот такие два валика сделала. Варику сказала, чтобы он лежал, потому что я начиталась в интернете, насмотрелась, что это очень полезно для поясницы, для лопаток. Там фотографии такие помещают, где люди прямо сколиоз выправляют на спинах. Короче, там горбы уходят. Ну много всего. И у тебя позвоночник там расправляется. И осанка меняется. И талия уменьшается. И кишки все на место встают. Ну, короче говоря, просто супер. Я как-то особо не страдаю спиной. Она у меня как-то никогда не болит. А Рикта у меня страдает. И я ему вот такой вот валик скатала. И говорю, ложись на этот валик. И все у тебя будет хорошо. И вот он что-то полежал два дня. Как-то ему так дискомфортно было. А я целую неделю на этом валике лежала. Это какой-то японский ученый, врач. Короче, это придумал. Все хвалят и хвалят это. А второй валик сделал такой потолще туда. Такую трубку засунула плотную из бумаги. И он уже так не проваливается, вот как этот. Видите? Вообще рекламируют вот такие валики. Чтобы пожестче они были. Но это уже для продвинутых. И все. Я вам сейчас покажу, как я на них лежала. Берешь вот этот валик. Вот такой вот. Вот так вот его подкладываешь под спину, под поясницу. Так вот. Но он должен быть повыше. Я уж так вам показываю. Так. Там ноги надо вот так вот. Вот как-то пальцы скрестить. Руки вытянуть. Ладошками вниз. И мизинчиками их вот так вот соединить. Вот так вот. Ну понятно в принципе. И вот так вот лежите там минута, две, не больше пяти минут в день. Лежите, лежите. Мне так трудно было лежать. Неприятно очень, дискомфортно. Ну вот он сейчас приплюхнулся. Это как-то мне легко. Потом следующее. Подкладываем под лопатки. Под лопатки. Вот так вот. Это вообще очень трудно. Очень дискомфортно. Так же там большие пальцы соединили на ногах. Пятки на 20 сантиметров друг от друга. Ладошки перевернули на пол. Мизинцы вот так вот так же соединили. И вот так вот лежать. И короче говоря, я вот так вот полежала. Неделю где-то. У меня так заболела спина. Мне так это не понравилось. У меня так вот тут вот все болело. Спина. У меня как бы никогда не было дискомфорта. А тут он у меня появился. И я хочу спросить, кто это делал. И это нормально, что спина-то болит. Потому что там это объясняется тем, что там позвонки вытягиваются. Они уже во время, за время вашего прожитых лет. Они там все как-то скукоживаются. Короче говоря, очень полезно. Я хочу сказать, что мне не понравилось. И я вот Рику сказала. И я потом ему сказала, говорю, не делай это. Потому что, не знаю, правильно это, неправильно это само лечение. Но люди восхищены об этом, обо всем пишут. Поэтому наверняка это я узнала, как всегда, все последнее. Напишите, кто это делал. И помогло вам или нет. Потому что, ну как бы, хвалят и хвалят. Или это временное такое состояние, что оно поболит. А потом все встанет на место. И будет вообще зашибись на все оставшиеся годы. И многие вылечили себе спины вот таким образом, у кого они болели. И сейчас говорят, блин, так классно, вообще ничего не болит. Так, следующее. Сколько пластических операций я сделала? Этот вопрос мне задают давно. И у меня просто времени нету на него отвечать. Потому что меня эти темы, они вообще меня не колышут. Я терпеть не могу эти все бьюти-блоги. Там какие-то средства для того, чтобы лицо замазать, обмазать. Маски делать, патчи, там еще что-то. Вот если меня это не интересует, то мне и не интересно это ничего делать. Там какие-то лаки на ногти. Какие-то эти блестки, там еще что-то. Это все не мое. Я это, меня это не захватывает. А раз меня это не захватывает, то и мне видео неинтересно на эту тему делать. И давно у меня спрашивают, сколько я операций сделала. Я могу сказать, что я ни одной операции не сделала. И скажу больше. Я вообще, так скажем, даже противник этого всего. Но, опять же, все по показаниям. Если у вас кожа очень предрасположена к быстрому старению, то, понятно, в 30 лет не хочется как шарпей ходить. Конечно, надо где-то что-то подрезать. Но я против того, что девчонки сейчас 20-25 лет себе там и веки обрезают, и вырвывают, и что только не делают, и думают, что это хорошо. Ничего в этом хорошего нет. Это все возвращается через какое-то время. Это нужно делать постоянно, за этим следить. Я вообще не представляю, как у меня будет там где-то в губах, в скулах. Тут какие-то нити золотые, какие-то гели в зубах. И в зубах тоже в губах. Для меня это что-то не мое это. Мне кажется, я так буду дискомфортно себя чувствовать. Ну, я вообще против этого всего. Вот. А почему я против этого всего? Потому что я сама себе вот нравлюсь. Вот я нравлюсь. Вот у меня там бырвы подвисают. И как бы, ну да, возраст, конечно, мне ведь не 20 лет. Даже в 35 у меня этого не было. Ну, извините, мне 51 год. И, конечно, как бы это будет появляться. Это физиологические изменения. И тут ничего не сделаешь. Веки там пока еще вроде бы тоже терпят. Но можно будет потом их и подрезать. Но я не знаю, когда я на это решусь. Для меня это так же. Нету такого состояния, что я встала утром. Какая страшная. Господи, смотреть на себя не могу. Глаза опустились тут. Щеки опустились. Рот упал. И все это такое. У меня такого нету. Я всегда утром встаю. Я все время на себя смотрю и думаю, как я хорошо выгляжу. Серьезно, даже когда там в утро встанешь, и голова такая, и глаза. Нет, я нормально к себе совершенно отношусь. И у меня нету, видите, такого перфекционизма в том, чтобы быть идеальной. И вообще я... Никогда у меня такого не было. Это если мне только люди, допустим, там мужья, указывали на мои какие-то недостатки. Это по молодости у меня было, что я это близко к сердцу воспринимала. А потом я всем говорила, что, допустим, там не нравится, или что, пошел вон. Найдется тот, кому это нравится. И все. И это моя позиция, поэтому у меня нет вообще никаких частей тела, которые бы я там комплексовала и думала, что там надо что-то обрезать, подрезать, убрать, вставить. Нет, такого нету. Но я же смотрю вот эти блоги где-то, на этой штуке-то лежать, спину выправлять. Думаю, все равно что-то же надо же делать когда-то иногда. И мне тут понравилось этими баночками, когда сейчас делают себе массаж на лицах. И я заказала на Амазоне вот такие баночки. Такие. Но неудачно. Одна такая здоровая, а эта тоже немаленькая. И ей неудобно очень делать. Но я сейчас на ночь иду, там маслом лицо намажу. Кстати, кремов у меня тоже никаких нету. Я вот этим кокосовым маслом тут что-то лицо мазала. Потом Лена тут купила с марихуаной какое-то масло. Оставила его. Я им мажусь. Ну, не знаю, вообще меня умываюсь. Я мылом всегда. Никаких у меня тоников нету. Потому что с этими тониками на вату нанесешь, потом тебе эта тушь в глаза попадает. Все тут размазано. И вы даже будете мне сейчас писать, что тоник не тот. И гораздо есть лучше, которые смывают. У меня никогда они лучше не смывали. У меня все попадает в глаза. Потом там щиплет мне их. Это все смывается плохо. Поэтому я взяла воду, мылом помылила. Два раза. Все. Отлично. Помазывалась каким-то маслом. И вот сейчас я уже неделю делаю себе вот такой вот массаж на лицо. Вот такой вот. Это вот как-то вот так делается. Вот так вот. Ой, надо, конечно, намазать маслом, чтобы это двигалось. Вот такая присоска присасывается. Вот так вот. И вот так вот, знаете, вот так вот вверх, вверх, вверх. Ты должен себе это делать. Вот видите, присосал. И вот так вот туда. Но ее она большая. Нужно поменьше еще заказать. Видите, первый раз так. Вот. И я считаю, что вот такие методы, они гораздо лучше, чем вы себе будете там все обрезать, вырезать. Потому что это все у вас вернется на круги своя. Не пройдет и трех лет, как вы опять будете смотреть на себя. Ё-моё! Я такое пережила. Такие деньги отдала. Столько натерпелось. Это реабилитационный период. Потому что я прекрасно знаю, как это у многих эти реабилитационные периоды проходят. И там у кого-то глаз потом болит. У кого-то там еще что-то. У кого-то там еще что-то. И это все, знаете, временное. А три года пролетают моментально. Потом про уколы. Уколов я себе также никаких не ставлю. Это мой принцип. Потому что эти уколы неизвестно, чем потом обернутся. И то, что вы ставите какие-то уколы. Вот я лично смотрю на человека, если я с ним дружу, если я с ним общаюсь все время. Я вижу человека. Вот он сделает себе 10 уколов. Я вам честно скажу, я даже не замечу. Потому что я вижу человека в целом. Меня даже больше такого вызовет вопрос. Больше вызовет вопрос, когда он будет передо мной стоять весь обрезанный, идеальный, вот с такими губами там, с глазами, я не знаю. Тут все, знаете, вот так вот обтянуто, притянуто. Вот тогда я на него буду уже по-другому смотреть. А когда человек, естественно, стареет, я на него смотрю, естественно. Ну да, тут какая-то морщинка, тут морщинка. Да какая разница, как на вас будут смотреть. На ваши морщинки или на то, что, ой, ничего себе, она все губы надула там. О, ничего себе, она тут себе эти филера наставила. Это как это так? Поэтому реакция будет точно такая же. Как бы неестественная. Для меня лучше на естественного человека смотреть с этими там морщинками возрастными и прочим-прочим. Мне приятнее. Вот так вот я скажу, чем я представляю, что у него там в лице залита, залито импланты какие вставлены, и что, обрезано, короче, натянуто, завязано. Я вот это все представляю, когда я вижу человека вот с таким лицом, понимаете? Я уже не могу от него отделаться. У меня вот так фантазии развиваются. А с обычным человеком, стареющим обычно, я пострела, да, постарился он там. И все, я забываю, я перехожу на беседу. А вот с идеальными людьми, с операциями, я не могу расслабиться при разговоре. Опять же, ничего не говорю. Есть, конечно, прекрасно все сделано. У людей, у женщины красиво очень смотреть. Вот. Но я предпочитаю вот так. И вот сейчас у нас, видите, как время меняется. То эти уковы там всякие популярные были, гели во все места. Сейчас у нас очень много препагандируется. Именно ухаживать за своей кожей, массажами, какими-то кремами, этими всякими с тяжелыми металлами, ничем не мазать. Маслом намазали, растительным. И все. Сделали вот такие массажи всякие. Там, знаете, какие? Брови там вот так вот. Вот тут вот так вот. Это же надо трудиться тоже, понимаете? Вот так-то даже потрудиться. Вот так вот всяко. Потому что это все труд. Но, по крайней мере, это поможет. И я в это верю гораздо больше. Так что делайте массажи, тонус своей кожи, и все у вас это будет подтягиваться, натягиваться. В принципе, это... Не делать этих ужасных операций, которые, знаете, там через три года все надо заново делать. И потом я себе один раз делала уколы вот сюда. И то меня просто уговорили, уговорили. У меня сестра Надя, двоюродная, она этим занимается. Было уже лет, наверное, так, десять, лет тринадцать назад. Я еще в России жива. И вот она мне говорит, давай сделаем. Я этих уколов вообще боюсь. Как начнут показывать, как там их в губы, куда-то вставляют в глаза, мне плохо уже от одного этого. Но я тогда пришла, сделала вот сюда, вот она мне. И, короче, я ничего не поняла. Может, кому-то надо делать, у кого вот тут схватка, такая вот. Но просто нужно свое лицо натренировать, чтобы не морщить в об. Вот и все. Нужно привычку сделать к этому. Вот. А когда тут у вас не шевелится, у меня тоже был дискомфорт. Я не могу регулировать своим лицом. Ну, как бы, это тоже для меня очень сложно, когда ты не чувствуешь ничего там. Улыбаешься вот так вот. Лоб не можешь, там, эмоции какие-то сделать, знаете. Ну, короче, это вообще для меня, не знаю, очень сложно. И у Рика как-то мама пришла и сделала это. А не с дочерью, ну, с сестрой мужа, сделали себе уколы, видимо, там, в губы куда-то, вот эти вот морщины-то, возрастные, чтобы они разгладились. Носогубные их, вот, наверное, как назвать, вот так вот разгладились. И, короче, уколы сделали. И она что-то стала пить у нас, и она же не чувствует ничего. Вот это-то все, как наркоз зубного врача. И, короче, у нее все полилось. Мы, конечно, поржали, но, знаете, это, как бы, ну, вот такая вот ерунда, и потом я ее не видела, полгода, ну, и что, пришла она, эти уколы уже прошли, они через каждые 3-4 месяца проходят, она бегать, их ставить, да провались, она пришла такая же, ну, и что толку, что я ее не видела, там, полгода, какая была такая. Осталось, все эти уколы закончились, и для меня она не стала там страшнее, не страшнее. Такая же мама Рика с возрастом. Главное, что она за собой следит всегда при маникюрчике, при причесочке, как бы накрашена, ну, такая аккуратненькая, одета очень хорошо. Я вот это больше замечаю. А возрастные изменения, они у всех есть. Так что вот, покупаем все вот эти баночки, посмотрите в интернете, и делаем себе массажи на лицо. Вот, все. Самое лучшее. Сейчас вам покажу огород наш, там Рик что-то делает, хотим на бэк-ярде, там, какую-то плитку он положить хочет, и, опять же, искусственную траву, как мы вот сделали впереди, и, говорит, все бригады заняты. Короче, в очередь он встал, чтобы приехали, сделали, и сейчас покажу, что он там поделал немножко. И будем ждать, когда бригада освободится, и придет к нам там делать это. Потом, может быть, шатер там поставим, с креслами, но от солнца, чтобы можно было выходить, и на природе, допустим, там работать, в компьютере сидеть. но не знаю, не любить ли мы этого всего, опять, может быть, сделаем, и будет это все неиспользованное находиться. И тут так интересно, в компьютере рылась, я же сейчас вот этим всем занимаюсь, и что-то там всякие фотографии, искала старые, короче, много всего. и вдруг смотрю, у меня сохранена переписка с Риком, когда мы с ним переписывались, как только начали знакомиться. А я бумажный вариант выкинула, как-то прибиралась, знаете, много всяких этих документов было, я их, короче, выкинула, думаю, ай, у меня на почте это все сохранено, так что, что это, бумаги тут будут лежать. А потом у меня почта удалилась, исчезла с лица земли, и у меня все там это исчезло. И я так расстроилась, думаю, ну надо же, надо было мне хоть в бумажном варианте эти письма-то сохранить. И тут завожу в компьютер флешку какую-то, всунула со старыми фотографиями, смотрю, у меня переписка от Рика там сохранена, оказывается, я ее на флешку скинула. И все, я ее открываю, так интересно, давай читать, как у нас это все зарождалось, как мы с ним переписываться начинали. И смотрю, думаю, боже, как это трудно было, ну потому что у нас такие там разговоры сложные шли, как встречу организовать, как билеты покупать там с четырьмя пересадками, планы А, Б, В, Г, Д. И я же вообще английский-то вообще не знала, перевод-то он идет как бы некорректный. И думаю, блин, ничего себе, вот такую работу мы с ним проделали, огромную просто. И там он описывает, я у него спрашиваю, про посадки, любит ли он в земле копаться или не любит. И он пишет. А про посадки и про животных я у него спрашивала, любит он или нет. И он пишет, что когда в старом доме он жил, то у него там было очень много кустов и рос, и он заколебался за ними ухаживать, потому что это жена. Все равно следить за этим, за всеми, или нанимать там кого-то, чтобы за этим следили. А ему, видимо, осталось по наследству это от прежних хозяев. Этот весь сад огород-то, и он вот пишет, что сейчас у меня дом, нету ничего. Я, говорит, отдыхаю от этого всего. И вот эти два куста, которые я попросила его посадить, рос. В итоге он же за ними и ухаживает, потому что я безаваберно к этому отношусь. И как бы, ну вот в 1-2, и вот сейчас он опять хочет все закатать тут в цемент, в искусственную траву, чтобы больше вообще не заморачиваться, потому что его бесит эту траву стричь тут, выходить один раз в 2 недели. Как он говорит, я ленивый на все это. И про животных точно так же, что за каждым животным нужен уход, нужно гулять, нужно кормить, никуда не уедешь. Если ты уезжаешь, нужно их пристраивать во все дома отдыха собачьи, это нужно платить деньги. Ну, короче говоря, это животное будет тебе как бы не нужно, потому что ты очень занят по этой жизни, и это нужно заводить, если ты ведешь очень размеренный такой образ жизни, неактивный, и тебе должна быть... Животинка должна быть в радость, а не быть объектом, который тебе постоянно мешает, и ты не знаешь, куда его деть, как от него избавиться, и он тебе мешает жить. Так, сейчас покажу вам огородик. Вот видите, вот так вот открываем, и воздух поступает на меня. И я вот там вот лежу, вот там вот. Так, вот я уже сто раз показываю, ну, еще раз покажу, это от землетрясения у нас, все видите, тут просела, уже откололась, короче, все хуже и хуже. И вот здесь, вот Рик сейчас делает вот эту площадку, какую-то траву сверху, спиливает, то ли выравнивает, я, короче, не поняла, купил вот какую-то вот такую штуку, вот такую, вот такую, видимо, чтобы землю что-ли выравнивать. Вот ходит с ней, это делает. Вот так, что у нас тут скоро будет все новое, другое. Вот это я вообще не знаю, кто у нас тут был. Я так испугалась, такой объем этого. Я вообще подумала, чуть ли не и лев тут приходил, или этот, рысь. Кто его знает, кто тут ночами ходит, так что здесь животных полно. Я боюсь вечером выходить в какие-то кусты, даже мусор выносить там к бакам, когда уже стемнеет, я почему-то боюсь, потому что тут эти ходят. как их раксуны называют. Ну, вот эти животные-то целыми семьями. Они большие такие. Я как-то видела, господи, мне чуть плохо не стало. Идут такие, мама, папа и сын, видимо, у нас там на фронт ярте. Господи, я в окно сижу, смотрю, там с подругой разговаривала. Мне аж чуть плохо не стало. У них еще повернулись глазами. Глаза горят такие. Я говорю, ё-моё, вот так вот увидишь вечером, выйдешь. Мусор выносить, и это... Ну, всё, от разрыва сердца умрёшь. Так, короче говоря, посмотрите в Дудь программу. Конечно, вообще, такие парни молодцы. И Сокуров, ну, просто красавчик. таких режиссёров воспитал. Так что, вот, буду смотреть сейчас в свободное время от моего проекта. Так, у нас в доме нету никаких кондиционеров для того, чтобы дом остужать. Да, очень жарко, потому что в Калифорнии, в Северной, где вот я живу, здесь, ну, я не знаю, от силы летом, может быть, 3-4 дня, когда очень жарко, очень жарко. И тут вентиляторы везде в комнатах стоят, потолочные, его включаешь, и, в принципе, достаточно. И поэтому, мы всегда, вот, когда день, вот так вот, закрываем жалюзи везде. И в доме очень прохватненько, хорошо, вообще без проблем. Сейчас вот здесь тоже закрою, а где-то часов 5 открываем все, и все, свежий воздух поступает, так что, так вот тут как-то это все устроено, нету жары-то сильной. Так вот, открываем. Так вот, все, будет весь день прохватненько в доме. Никакой жары, темно и прохватненько. Ну все, всем пока, всем хорошего настроения, пока-пока.